Я этнический афганец. Я этнический афганец. Пришел сюда по доброй воле. Многие будут говорить, что вот, что он тут делает, что иди к себе, там, бла-бла-бла и все такое. Дело в том, что то же самое, что здесь, на Украине, произошло и в нашей стране. Лет 36 назад. Наша страна была поделена на два лагеря. Одной стране помогал Советский Союз, а другой стране весь мир во главе с Америкой. Вот. Случилось так, что мы проиграли эту войну. И вот результат. Посмотрите, что с Афганистаном. Сколько людей погибло. И мало того, все те, кто помогали тогда Америке, они автоматически попали в ряды сепаратистов. Вот. И все. И нету их почти всех. Я в Советский Союз попал в 85-м году по межправительственному соглашению. Вот. Между Советским Союзом и Афганистаном. Вот. Закончил школу-интернат номер 9 города Волгограда. Вот. В принципе, я получил советское образование. Советское. Вот. И если сейчас все будут говорить, что вот, там, про российский, про, там, такой или сякой, на самом деле, поверьте мне, нам, у нас очень серьезные проблемы были. И с новыми, там, демократическими российскими властями. Мы оказались чужими. Вот. И здесь я не за власти российские, там, или еще за кого-то. Я здесь за славян, за этот народ добрый. Добрый народ, который хотят сейчас уничтожить. С нами разобрались. Еще нет. Но с нами почти разобрались. И вот дошли до славян. И здесь их надо остановить. Все дело в том, что те люди, которые думают, что они за правое дело, им показывают наше зверство. Им показывают в георгиевских ленточках, как люди, там, насилуют кого-то, дети, диверсанты. Как они, там, убивают кого-то. Им же это показывает. И они, там, истинно веря в это, идут против нас. Вот. Идут против нас. И думают, что они правы. То же самое. То же самое. Они делали в Афганистане. То же самое один в один. Понимаете? Вот. И тут уже вопрос не в том, хорошие они или плохие. Вопрос в том, что они не ведают, какое зло несут на своих плечах. Они не ведают. Я здесь по собственной воле. Я не убиваю людей за деньги. Я не убиваю людей за деньги. Я здесь сам. Со мной воюют осетины, русские, казаки, калмыки, якуты. Со мной воюет вся семья, союз, весь союз племен, который был. Понимаете? И украинцы с нами. Также нельзя исключать этого. Говорить, что вот тут приехали, мы тут устраиваем тут. Вот мы появились, и тут все началось. Не нужны вы здесь. Здесь не нужны им. Не славяне. Украинцы, Иваны Роства непомнящие, сейчас считают себя не славянами. Но и они не нужны им. Им рабы нужны. Им нужны такие, которые выиграли в Евровидении. Вот если вы такие, да, вы красавчики, вы будете жить. А остальным здесь не дадут. Поверьте мне. По Афганистану, посмотрите. Со славянами они поступят хуже. Потому что славяне на данный момент, это тот пласт, который несет свою цивилизацию. Свой цивилизационный код. И он в корне противоречит. Противоречит бизнесу этому. Понимаете? Этому мировому господству. Им не нужны славяне. Понимаете? Им не нужен дух этот. Понимаете? Понимаете? Вот так вот. Сейчас говорят, говорят, что нам платят. Да наоборот. Меня пытались нанять. С украинской стороны. Говорили, и здесь платят тоже. Иди к нам. Ну, все дело в том, что я мусульманин. Я не убиваю людей за деньги. Понимаете? В коране написано, если происходит где-то что-то плохое, ты должен противодействовать этому. В коране написано, что человек никогда не должен поступать за деньги. Да, человек может торговать. Человек может торговать, покупать и продавать. Но в пределах дозволенного. Человек не должен заниматься гнусностями такими, которыми занимаются они. Поэтому я и здесь. Давно ожидалось. Давно ожидалось. То, в принципе, неудивительно, что некоторые мусульмане становятся сейчас за славян. Потому что мир разделился на два лагеря. И маленькие страны, и маленькие государства, они не могут сами по себе уже жить. Им надо примыкать. Им надо примыкать. А выбор невелик. Или славяне. Или Америка. Вкупе с Англией. Есть еще другие люди, которые говорят, что вот Сирия, вот Ирак, вот. Так там же, что правительство поставлено, что ополчение. Одними и теми же руками. И все. И вот эта вот идея джихада, которую поднимает сейчас в Ближнем Востоке. Естественно, все знают, на кого они работают. Понимаете? Дальше. Есть, говорят, очень симпатичная. А, есть, говорят, одна очень, одна журналистка из Эхо Москвы, которая преподносит так, что начала там разговаривать за радикальный исламизм, который почему-то там, вот, русские его поднимают каким-то образом. Но если бы, если бы на стороне украинцев, а там же есть сейчас, есть там наемники, понимаете? Которые за бабки убивают людей. Но за них она не вспомнила. За них она не говорит. Естественно, видно, в чью дудку она играет. В чью дудку сейчас наши журналисты говорят. Понимаете? В Донецке мы были сейчас, вот, буквально сейчас в магазин зашли. И продавец, продавец говорит, ребята, не надо платить. Возьмите так, защитники вы наши, молодцы, защищайте нас, вы супер. Но мы не можем бесплатно что-то брать. Мы обязаны платить, чтобы показать, что мы не мародеры, не убийцы, не грабители. Мы здесь не блатуем, мы здесь не занимаемся беспределом. Мы здесь показываем всем, что мы здесь для того, чтобы защитить вот эту землю. Для того, чтобы не дать суда тому злу, который несут на своих плечах эти прозападники. Я хотел бы сказать, что не оскудела еще земля мужчинами. Пришло время нам отдавать долги. Я когда учился, я ел три раза в день столько еды, что пять детей могло наесться этой едой. Пришло время отдавать этот долг. Когда-то давным-давно мой отец погиб в Афганистане. Его убили американские слуги. Теперь моя очередь, его сына, воевать с ихними псами. Вот и все. Я хотел бы им сказать, что не переживайте, мы у вас есть и русские, и осетины, и чеченцы, и афганцы. Все мы здесь рядом, одной большой семьей. Вот мы появились, и тут все началось. Не нужны вы здесь. Здесь не нужны им не славяне. Украинцы, Иваны, родства непомнящие, сейчас считают себя не славянами. Но и они не нужны им. Им рабы нужны. Им нужны такие, которые выиграли в Евровидении. Вот если вы такие, да, вы красавчики, вы будете жить. А остальным здесь не дадут. Поверьте мне. По Афганистану посмотрите. Со славянами они поступят хуже. Потому что славяне на данный момент, это тот пласт, который несет свою цивилизацию. Свой цивилизационный код. И он в корне противоречит. Противоречит бизнесу этому. Понимаете? Этому мировому господству. Им не нужны славяне. Понимаете? Им не нужен дух этот. Понимаете? Вот так вот. Сейчас говорят, что нам платят. Да наоборот, меня пытались нанять с украинской стороны. Говорили, и здесь платят тоже. Иди к нам. Но все дело в том, что я мусульманин. Я не убиваю людей за деньги. Понимаете? В Коране написано, если происходит где-то что-то плохое, ты должен противодействовать этому. В Коране написано, что человек никогда не должен поступать за деньги. Да, человек может торговать. Человек может торговать, покупать и продавать. Но в пределах дозволенного. Человек не должен заниматься гнусностями, такими, которыми занимаются они. Поэтому я и здесь. Давно ожидалось, давно ожидалось, то, в принципе, неудивительно, что некоторые мусульмане становятся сейчас за славян. Потому что мир разделился на два лагеря. И маленькие страны, и маленькие государства, они не могут сами по себе уже жить. Им надо примыкать. Им надо примыкать. А выбор невелик. Или славяне? Или Америка. Вкупе с Англией. Есть еще другие люди, которые говорят, что вот Сирия, вот Ирак, вот. Так там же, что правительство поставлено, что ополчение. Одними и теми же руками. И все. И вот эта вот идея джихада, которую поднимает сейчас в Ближнем Востоке. Естественно, все знают, на кого они работают. Понимаете? Дальше. Есть, говорят, очень симпатичная. А, есть, говорят, одна очень, одна журналистка из «Эхо Москвы», которая преподносит так, что начала там... Все дело в том, что те люди, которые думают, что они за правое дело, им показывают наше зверство, им показывают в георгиевских ленточках, как люди там насилуют кого-то, дети диверсанты, как они там убивают кого-то. Им же это показывает. И они там истинно, веря в это, идут против нас. Идут против нас. И думают, что они правы. То же самое, то же самое они делали в Афганистане. То же самое один в один. Понимаете? И тут уже вопрос не в том, хорошие они или плохие. Вопрос в том, что они не ведают, какое зло несут на своих плечах. Они не ведают. Я хожу, сигареты стреляю. Я здесь по собственной воле. Я не убиваю людей за деньги. Я не убиваю людей за деньги. Я здесь сам. Со мной воюют осетины, русские, казаки, калмыки, якуты. Со мной воюет вся семья, союз, весь союз племен, который был. Понимаете? И украинцы с нами. Также нельзя исключать этого. Говорить, что вот тут приехали, мы тут устраиваем, вот мы появились, и тут все началось. Не нужны вы здесь. Здесь не нужны им не славяне. Украинцы, Иваны, родства непомнящие, сейчас считают себя не славянами. Но и они не нужны им. Им рабы нужны. Им нужны такие, которые выиграли в Евровидении. Вот если вы такие, да, вы красавчики, вы будете жить. А остальным здесь не дадут. Поверьте мне. По Афганистану, посмотрите. Со славянами они поступят хуже. Потому что славяне на данный момент, это тот, это тот пласт, который несет свою цивилизацию, свой цивилизационный код. И он в корне противоречит, противоречит бизнесу этому, понимаете? Этому мировому господству. Им не нужны, им не нужны славяне. Понимаете? Им не нужен дух этот. Понимаете? Вот так вот. Сейчас говорят, говорят, что нам платят. Да наоборот, меня пытались нанять. С украинской стороны. Говорили, и здесь платят тоже. Иди к нам. Ну, все дело в том, что я мусульманин. Я не убиваю людей за деньги. Понимаете? В Коране написано, если происходит где-то что-то плохое, ты должен противодействовать этому. В Коране написано, что человек никогда не должен поступать за деньги. Да, человек может торговать. Человек может торговать, покупать и продавать. Но в пределах дозволенного. Продолжение следует...